С России в Беларусь, а теперь назад. Турне вагнеровцев продолжается. Часть вагнеровцев может вернуться назад в Россию. По крайней мере, об этом сообщает Институт изучения войны. 8 августа российский инсайдерский источник заявил, что силы Вагнера проводят свой первый этап вывода из Беларуси путем переброски групп численностью от 500 до 600 человек из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области. А второй этап начнется после 13 августа. О чем может свидетельствовать такой обратный переброс? И грозит ли это Путину новым бунтом? В данном случае мы говорим о перемещении около 15% вагнеровцев, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Главная причина, которую называют аналитики Института изучения войны, заключается в нежелании самопровозглашенного президента Беларуси финансировать вагнеровцам. Внутренний источник и источник, связанный с ЧВК Вагнер, предположили, что силы Вагнера могут покинуть Беларусь, потому что президент Беларуси Александр Лукашенко отказался финансировать Вагнера, когда он обнаружил, что Россия не будет платить за Вагнера, как он, очевидно, ожидал. Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил Путину, что вагнеровцы уже немного напрягают белорусского псевдолидера на территории Беларуси. И таким образом, конечно же, это все перевели в тему, может, они там пойдут на Жешеву и так далее, но доля, правда, я думаю, здесь есть. А состоит она вот в чем. Мы знаем, что вагнеровцы находились на гособеспечении, несмотря на то, что это частная военная компания. А оплачивать Лукашенко не согласен. Еще одна причина, по мнению экспертов, может заключаться в том, что что-то пошло не так в договоренностях между диктатором Путиным и его бывшим поваром. Предположения об уходе группы Вагнера из Беларуси предполагают, что некоторые аспекты сделки между президентом России Владимиром Путиным и финансистом группы Вагнера Евгением Пригожиным после вооруженного восстания Вагнера 24 июня рухнули. Это может свидетельствовать о нерешении вопроса Пригожина на общефедеральном российском уровне. А мы видим даже по последним событиям в России, взять, например, африканский саммит «Россия-Африка», когда Пригожин на нем появился, что Путину приходится мириться с лидером ЧВК «Вагнер». Свидетельствует о том, что действительно влияние самого Путина как личности, как представителя коллективной власти, она все-таки уменьшается. Перемещаются ли действительно Вагнера, пока не ясно. Но вот то, что контроль Путина над этой ситуацией слабеет, очевидно. И это, в свою очередь, свидетельствует о том, что не так крепка власть в руках российского диктатора. Риски бунта со стороны парамилитарных организаций того же ЧВК «Вагнер» либо других, они все равно остаются, поскольку российский федеральный бюджет имеет большие проблемы с финансированием войны в Украине. Даже в тех данных, что определяют в Институте изучения войны о 500-600 вагнеровцах на первом этапе, цифра, конечно, незначительная. Но все же эксперты не отрицают присутствие угрозы для бункерного. Задержки оплаты присутствуют. Мы видим проблемы даже с таким понятием, как похороны, как компенсацию за умерших, за тех погибших на войне с Украиной. И это все, конечно, сейчас происходит. И таким образом ЧВК «Вагнер», если и одни они и не пойдут опять на Кремль, то они могут стать ядром сегодня сосредоточения оппозиционно настроенных граждан. Вагнерадцы, даже если они не вернутся, не единственная проблема Путина. Со стороны давит и легион «Свобода России». К тому же окружение Путина также лишено стопроцентной верности кремлевскому деду. Конец путинского правления близок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok